Техническое описание кода неисправности OBD2, элемент трения коробки передач и apply time range, performance, что это обозначает? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2 с автоматической коробкой передач, это может включать в себя, но не ограничиваясь, транспортные средства от Chevrolet, GMS, Toyota, VW, Ford, Honda, Dodge, Chrysler и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии, трансмиссионный фрикционный элемент, довольно расплывчатое описание, учитывая тот факт, что при рассмотрении механической работы автоматической коробки передач, а.т. задействованы многочисленные фрикционные элементы, не говоря уже о механических коробках передач, также использовать аналогичные фрикционные материалы, например, сцепление. В этом случае я подозреваю, что мы имеем в виду А.Т. симптомы и причины значительно различаются в зависимости от многих вещей, но важно отметить, что первое, что нужно учитывать, это общее состояние автоматической коробки передач и особенно вашей ETF. Жидкость для автоматической коробки передач, проблемы с внутренними фрикционными материалами в А.Т. скорее всего, приведут к нестабильным условиям вождения, что касается времени переключения, выходного крутящего момента, среди множества других последствий этой неисправности. Ненормально спаренные шины, неадекватно накачанные шины, вещи такого рода имеют тенденцию вызывать внутренние проскальзывания, учитывая его несимметричные обстоятельства, при этом имейте это в виду при рассмотрении функциональности трансмиссии и устранении неисправностей, установить использованную шину в последнее время. Тот же размер. Проверьте боковину шины, чтобы убедиться в этом, иногда незначительные различия могут вызвать косвенные проблемы, такие как это, как правило, когда ESM, модуль управления двигателем, активирует этот код P2704 и связанный с ним, он активно контролирует и настраивает другие датчики и системы для обеспечения надлежащей самодиагностики. Итак, будьте уверены, вы должны решить эту проблему, прежде чем ваши ежедневные потребности в вождении, следовательно, вызовут дополнительные потенциальные проблемы, это может быть простым исправлением, безусловно возможным, тем не менее, это также может быть сложной внутренней электрической неисправностью, то есть короткое, открытое, проникновение воды, обязательно приобретите здесь соответствующую помощь, даже профессионалы совершают легко забытые ошибки, которые стоят тысяч, если судить по опыту здесь, буква Е. В этом случае может относиться к нескольким различным возможным различиям. Вы можете иметь дело с определенной схемой, проводом, или вы можете иметь дело с конкретным фрикционным элементом в трансмиссии. Сказав все это, всегда обращайтесь к своему руководству по обслуживанию для определения конкретных мест, различий и других подобных характеристик. Код P2704 регистрируется контроллером ESUD, когда он обнаруживает, что внутренний элемент трения Е внутри коробки передач испытывает общую проблему с его характеристиками, какова серьезность этого кода неисправности. Как объяснялось ранее, это не то, что я бы оставил без присмотра, особенно если вы активно используете автомобиль с указанными неисправностями, вы должны определенно расставить приоритеты, хорошо, если вождение автомобиля, необходимость, ежедневно, фото и визитка автоматической коробки передач, каковы некоторые из симптомов кода. Симптомы кода неисправности P2704 могут включать, неравномерное обращение, коробка передач проскальзывает, неустойчивое смещение, подтерн ненормального сдвига, выбор резкого сдвига, утечка ATF, жидкости автоматической коробки передач, низкий крутящий момент, ненормальная выходная мощность, каковы некоторые из распространенных причин кода. Причинами этого кода скольжения фрикционного элемента P2704 могут быть, низкая ATF, изношенный фрикционный элемент, внутренний, грязные причины ATF, проблема с проводкой, например, открытое, короткое, раздражение, тепловое повреждение, неровные размеры шин, проблема, вызывающая неравномерную скорость вращения, окружность, например, низкое давление в шинах, прилипание тормоза и т.д. ТСМ, модуль управления коробкой передач, ИСМ, модуль управления двигателем, проблема, повреждение водой модулей, или жгута проводов, какие шаги по устранению неполадок P2704. Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки на наличие известных проблем с конкретным транспортным средством, Расширенные диагностические этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и могут потребовать соответствующего современного оборудования и знаний для точной работы, ниже приведены основные этапы, но обратитесь к руководству по ремонту для конкретного года, марки, модели, трансмиссии для конкретных этапов для вашего автомобиля, Базовый шаг решетка 1. Крайне важно, чтобы в этот момент вы следовали основным процедурам технического обслуживания, начиная с состояния трансмиссии, начиная с жидкости, ваша ATF, жидкость для автоматической трансмиссии, должна быть чистой, свободной от мусора, а также соблюдать надлежащие графики технического обслуживания, чтобы избежать повторения подобных неисправностей в будущем. Если вы не помните, что последняя передача была обслужена, например, фильтр плюс жидкость плюс прокладка, рекомендуется выполнить это перед продолжением Кто знает, что в вашем масле может быть немного мусора, попавшего внутрь, это может занять только простую услугу, поэтому убедитесь, что вы знаете о последней услуге АТ, которую вы сделали, примечание, убедитесь, что вы используете правильный ETF для вашей конкретной марки и модели, основной шаг номер 2 Скорее всего, при попытке найти разъем, жгут для этой системы, вам придется найти соединительный разъем, может быть один главный разъем, поэтому убедитесь, что вы работаете с правильным, обращаясь к своему руководству Убедитесь, что сам разъем установлен правильно, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение, если разъем находится на АТ, он может подвергаться вибрации, которая может привести к ослаблению соединений или их физическому повреждению, не говоря уже о возможности ETF насыщать разъемы и провода, вызывая будущие или настоящие проблемы Базовый шаг номер 3, всегда полезно знать об общем состоянии вашего автомобиля, учитывая тот факт, что, как и в этом случае, другие системы могут напрямую влиять на другие системы Неравномерная резина, изношенные детали подвески, неправильные колеса, все это может и будет вызывать проблемы в этой системе, а также, возможно, и другие Так что даже вещи, и вы можете избавиться от этого кода, эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и технические данные и сервисные бюллетени для вашего конкретного автомобиля всегда должны иметь приоритет Продолжение следует...